Если говорить о внешней политике, ну я еще могу сказать, что идет процесс завершения присоединения Армении к Евразийскому Союзу. Ну вот 14-го числа, если я не ошибаюсь, очевидно, Конституционный суд подтвердит правомучность этого договора и через несколько дней после этого, 18-го, опять же, если не ошибаюсь, парламент, очевидно, обсудит и утвердит, ратифицирует этот договор. И дальше дело за Казахстаном и Белоруссией, и процесс будет завершен. То есть вот эта часть армянской внешней политики, которая вещь не новая, но, повторюсь, она оформляется. С другой стороны, попытки продолжать сотрудничать с Европой в том новом коридоре возможностей, которые есть, они тоже продолжаются. Вот буквально вчера был меморандум о выделении Армении транша на... Проверьте, пожалуйста, если я не ошибаюсь, 170 миллионов, но могу ошибаться с Тугековой эту цифру. Поставьте, пожалуйста, я точно ее не помню, которая будет в течение четырех лет Армении получать от Евросоюза на мелкий бизнес и реформы. В общем, это продолжение традиционной армянской политики или попытки продолжения традиционной армянской политики комплиментаризма, когда продолжается взаимодействие с той и с другой, с разными мировыми силами. Ну, повторюсь, в том коридоре возможностей, который есть. Вот сейчас он так уж. По крайней мере, я думаю, что в рамках реформ и в рамках торгового взаимодействия это взаимодействие с Европой будет продолжаться. Более серьезных событий, происходящих в армянской внешней политике, я не вижу. Ну, самое главное сейчас, конечно же, происходит в российско-западных взаимоотношениях, во всем том блоке проблем, которые есть вокруг Украины и вокруг российско-западного кризиса, скажем так. За этим надо внимательно следить, ибо от этого зависит очень сильно и судьба Армении, в том числе, как политическая, как экономическая, как авгонная. В случае, если взаимоотношения России и Запада будут заходить в больший клинч, в кризис будет появляться что-то, что в прессе называют холодной войной, это не очень благоприятно, скажется на Армении. Если, наоборот, ситуация будет успокаиваться, то коридор возможностей для Армении будет расширяться. Это во внешней политике. Я начал говорить с внешней политикой, а не с внутренней, потому что по внутренней мне вообще сказать нечего. Во внутренней политике ничего не происходит. Вообще ничего? Вообще ничего. Вообще ничего. Я не могу придумать что-нибудь, сколько-нибудь серьезное, что произошло за последние пару недель. Ну, в общем, это довольно естественно. Это следствие тех изменений, которые были до того. Я боюсь, что это достаточно надолго. Даже, скажем, обсуждения по поводу конституционных изменений, они тоже отброшены, отложены. Ну и ситуация остается в таком варианте, когда вместо внутренней политики у нас существует политика аппаратная. Отставки каких-то чиновников, приход каких-то новых чиновников, какие-то аппаратные изменения, которые, в общем, не очень интересны. Они, собственно, на политику мало влияют. За пределами этого, повторюсь, стагнация и думаю, что примерно так и будет оставаться. Традиционная политика Армении – это не делать окончательных выборов. Точнее, делать несколько выборов одновременно. То есть в рамках возможностей пытаться выбирать и то, и другое. Это касается, ну, например, армяно-грузинских взаимоотношений. В рамках армяно-грузинских взаимоотношений Армении приходится учитывать роль, даже не роль, а интересы России, но соответствующим образом развивать свою политику. То же самое армяно-иранские отношения. Развивая эти отношения, приходится учитывать интересы Соединенных Штатов Америки, но при этом отстаивать свои интересы. Взаимоотношения с Европой, взаимоотношения с Россией и так далее. То есть вот это политика, в которой Армения, исходя из своих собственных интересов, каждый раз контекстно обуславливает свое поведение в том или ином конкретной вещи. В любое, от строительства дороги или там газопровода до признания или не признания каких-то республик и, скажем, транзита через Грузию, да, вот во всех этих вещах. Так вот, если российско-западные отношения будут ухудшаться, возможности такого выбора будут сужаться. У Армении меньше будет коридор, ей меньше придется делать выбора. Точнее, ее выбор будет очень часто определен внешними обстоятельствами. Яркий и живой пример – это 3 сентября. Ухудшились российско-западные взаимоотношения из-за Украины, и у Армении выбор возможностей, который был до лета прошлого года, он резко сузился. Армения была вынуждена принять такого рода решение. Вот что я имею в виду. Вот если будет так, то нас просто будут, нам просто придется делать некоторые выборы, которые можно было бы избежать в случае, если этого не пройдет. Я не думаю, что вероятность этого очень велика, потому что чересчур уж острая конфронтация с Россией, мало кому нужна по-серьезному. Вот такие совсем уж изоляционистские тенденции, мне кажется, больше вероятность, что они пройдут, что ситуация более-менее нормализуется, что каким-то образом, опять же, на новом уровне Россия с Западом сможет взаимодействовать, ибо они друг другу нужны. Но абсолютно исключать такие возможности я не могу.